Всем привет! Сразу предупреждаю, что обзор под распродажу. Что это значит? Значит, что только что выгрузил Xiaomi One Mo наушники на продажу. Эти наушники-гибриды, такие же, как Oppo Enco Free. И почему я спешу сделать обзор? Потому что сейчас они стоят всего 2200 рублей. Понятно, что если вы потом посмотрите этот ролик где-то через месяц, вполне возможно, вам придется их покупать за 3,5. И вполне возможно, вы будете относиться к ним, соответственно, как-то по-другому. Но на данный момент именно так. Странно начинать обзор с цены, но мне как раз говорили, что всем это интересно. 29 долларов welcome. Смотрите, стоит это дело брать или нет. В обзоре расскажу про автономность, про задержку. Вы услышите, как всегда, примеры микрофонов. Единственное, что я хочу сказать с самого начала, это гибриды. Гибриды, как у Oppo Enco Free. Это единственные супер-топовые гибриды, которые я встречал вообще за всю свою блогерскую деятельность. Других просто не существовало. И если их сравнивать, то вы понимаете, что цена вот этой штуки в 3 раза выше, чем эта. И примерно в 2 раза лучше все остальное. То есть не спрашивайте у меня, насколько лучше. Лучше, Oppo. Но здесь 29 долларов. И вы получаете практически те же гибриды. Гибриды это не вкладыши и не затычки. В чем их плюс? Они хорошо сидят в ушах с одной стороны. С другой стороны, если вы хотите, вы слышите окружающую действительность. И в целом, учитывая, что за 15 минут они реально выдают 3 часа 20 минут автономности при 100% громкости, то, что маленький бокс, то, что звучание они относительно первой версии подтянули. Обзор на первую версию можете посмотреть по ссылке в правом верхнем углу. И она была, прямо скажем, позорная. Это уже не позорно. Поэтому я думаю, что стоит посмотреть и решить для себя, хотите ли вы попробовать гибриды довольно дешево. И для вас, скорее всего, мне придется разобрать данные наушники. Почему? Потому что Google у многих пользователей, я не знаю, правда, откуда они их получили. Я, честно, получил его от производителя с условием, что они мне пришлют до начала продаж. Я вам расскажу о них. Это все условия, какие от них были. Ни ТЗ, ничего-то другого не было. И к чему это все? К тому, что чип Google определяет почему-то у некоторых пользователей, которые мне уже писали в инсту, за что им огромное спасибо, не тот, что заявляют производители, не тот, что заявлен и вставлен производителем в наушники, потому что я не первый буду их разбирать. Начнем. Упаковка максимально простая. Оформление минималистичное. Все спики на коробке на английском языке, что хорошо. В комплект входит кейс, ТВС, наушники, кабель для зарядки USB Type-C, пара сменных амбушюр и руководство пользователя. С русским языком. Без амбре клея китайского, к сожалению, не обошлось. Но мы привыкли, и в этом нет ничего страшного, тем более так сильный не пахнет. Летим дальше. Бокс изготовлен полностью из глянцевого пластика. В продаже есть только два стандартных цвета, белый и черный. Форма аналогичная Xiaomi One Mo Comfo Buds Pro, а именно вытянутого овала. Габариты составляют 68 на 30 на 25 миллиметров, а вес кейса без наушников 28,9 граммов. Бокс довольно маленький и легкий, что хорошо. Тактильно приятный, но ох уж этот глянец, который весьма непрактичен и собирает быстрые царапины. Тем более, в отличие от прошлой версии, здесь силиконовый чехол в комплекте не идет. Из рук сильно не выскальзывает, что, несомненно, очень радует. В кармане бокс не мешается, что ожидаемо с его габаритами. По корпусу расположен разъем для зарядки USB Type-C, светодиодный индикатор состояния заряда батареи и на крышке есть логотип компании, как всегда. Люфт у крышки незначительный, я бы даже сказал, его практически нет. Если не пытаться самому расшатывать, не заметите. Открыть одной рукой крышку достаточно сложно, но можно приловчиться, если вам будет нужно. Внутри имеется два места под горизонтально расположенные наушники и два контакта для зарядки каждого. Наушники в боксе не гуляют, вытряхнуть их можно довольно просто. Если кейс просто перевернуть, наушники не выпадут. Хлопок хороший, приятный. Крышка не фиксируется в открытом положении, что плохо. Емкость аккумулятора составляет 410 мАч, полный цикл зарядки 80 минут. Быстрая зарядка на борту, 15 минут в кейсе дадут 3 часа 10 минут воспроизведения на 100% громкости. Но не все так просто. Правый наушник у меня садится через 3 часа 25 минут. Разница в автономности между ними 15 минут после быстрой зарядки. До 24 часов отрабатывают наушники вместе с боксом, беспроводной зарядки не завезли, саморазряд у бокса не наблюдался. Переходим к наушникам. Изготовленные наушники также из глянцевого пластика, данные ТВС являются гибридами. Кто не знает, это что-то между вкладышами и затычками. Форма и дизайн под минимализм, наушники из ушей не выпадают и не выпирают. И посадка в ушах комфортная за счет эргономичной формы. Да и все же силиконовые амбушюры на вкладышах делают свое дело. Габариты 39 мм на 17 на 18 мм. При длительной носке уши не устают, при занятии спортом из ушей не выпадают. Главное подобрать правильный размер амбушюры. На корпусе каждого наушника расположены по два микрофона, сенсорная панель управления тапами. Из тапов нам доступно воспроизведение паузы, переключение треков, регулировка громкости, вызов голосового помощника, ответ сброс вызова. Оснащены наушники драйверами на 13,4 мм, режима прозрачности нет, заряд наушников в шторке виден, по одному наушники работают, перед подключаются бесшовно, автоматически подключаются после извлечения из бокса с ранее сопряженным устройством. Мультипоинта нет, а что вы хотели за такую цену? Сенсоры приближения есть и работают приемлемо, плюс еще их можно отключать в программе, что очень удобно. Анимацию на iOS системах не настроить, можно настроить только на андроиде. Емкость аккумулятора одного наушника 35 мАч, полный цикл зарядки от бокса 45 минут, защита от пыли и влаги IPX5. При погружении в воду никаких проблем не возникло, но советовать плавать или принимать душ в них я не буду, так как данный стандарт не предназначен для подобного. Далее, для удобного использования нужно установить приложение OneMore. Оно доступно как на iOS, так и на андроиде. В нем у вас есть возможность обновить прошивку, что обязательно, включить-выключить сенсоры приближения, настрой тапы, игровой режим, аквалайзер с пресетами, краткий гайд, кладка с успокаивающими мелодиями и прогрев наушников, что сделать тоже обязательно. Bluetooth версии 5.2, подключить их к смартфону, целая дилемма, из кодеков есть AAC и SBC. Через две стены не отваливаются и фризов они не ловят. Есть игровой режим и с включенной функцией задержки, что на ютюбе, что в играх, они неощутимы. Примеры вы сейчас увидите на экране. Примеры вы сейчас увидите на экране. Микрофоны окружающие шумы давят и неплохо справляются с этим. Голос до неузнаваемости не искажается. Что хорошо. Примеры вы сейчас услышите. Вот такое прекрасное лето в Петербурге. Это пример работы микрофонов OneMo Xiaomi CompaBats 2. В чем особенность данных наушников, я уже говорил в самом начале, скажу еще в конце. И, наверное, в течение ролика раза 4 вам буду напоминать, что 29 долларов и 2200 рублей. Плюс это гибриды, это не вкладыши, не затычки. Как я не извращался из ушей, у меня они не вылетают. Единственное, если у вас крупные ушные раковины, вполне возможно, у вас они улетать будут. Сейчас мы дойдем до дороги. И у дороги как раз сможем оценить, насколько микрофоны хорошо могут справляться с шумами. И еще раз напоминаю каждый раз, когда делаю последние, наверное, уже тестов 20 микрофонов, что если вы будете разговаривать в шумном месте, то говорить надо громко и четко. В принципе, как всю жизнь нужно разговаривать. Ну, не обязательно громко, но четко как минимум. А про громко вы должны говорить все равно громче, чем окружающий шум. Потому что, когда, допустим, вы вспоминаете, что вы с собеседником рядом, с автотрассой, решили о чем-то пообщаться, вы же стараетесь перекрикивать машины. Почему вы не должны перекрикивать машины, когда вы разговариваете по наушникам? Не силой же мысли они будут считывать информацию, правильно? То есть вы источник, а не приемник. Приемник должен с чего-то где-то брать. Тем более, когда уровень шума выше уровня сигнала, а вы и есть сигнал. Как минимум странно, если вы будете говорить тихо. В целом, к сожалению, сейчас машин мало. Ветер не сильный. Наконец-то они начали ехать. Движение понеслось. Мимо меня, наконец-то, сейчас проедет довольно быстро одна машина. И насколько хорошо вы меня слышите, насколько хорошо будет слышать вас собеседник. И да, насколько дороже у вас будут наушники, допустим, те же Huawei, настолько и лучше будут микрофоны. Здесь это работает именно так. К сожалению, в идеальных микрофонах в дешевых CVS-ках, в принципе, не бывает. Звучание. Звучат они, откровенно говоря, не очень хорошо. Громкости не хватает даже мне. Хоть я и не любитель слушать до боли перепонки. В принципе, выше сотки я выкручивать не хочу. Я хочу слушать на 90. Но я понимаю, что если окружающих шумов будет больше, хотелось бы еще плюс процентов 10. Сцена довольно узкая. Звучание слегка грязноватое. Ударные перепрыгивают басы. И очень легко встают на передний план всех звуков. Звук не полноценно объемный. Глубины практически нет. Окраска звука очень сильно заметна. Каша на 100% громкости присутствует. Но не лютая. Возможно, если вы слушаете треки без ударных и без басов, например, просто скрипку, то в принципе сойдет. Либо нужно умело поиграть с настраиваемым эквалайзером в сторонних приложениях. Но я все же сторонник купить сразу что-то, что будет играть, а не создавать дополнительные заморочки. Тем более, это уши не аудиофильские. Если на пальцах эти гибриды, в отличие от ОПНК-фри, обзор на который вы можете посмотреть по ссылке в правом верхнем углу, о которых я говорил в начале, и они, разумеется, играют на голову выше, больше к вкладышам по звучанию. То есть у них лучше получается передавать высокие частоты, неплохо средние, но проблема с низкими частотами. Они здесь извращены. Тут среднего баса практически нет. То, что остается, оно до такой степени ненатурально, что прям странно. С другой стороны, а что мы хотели за эту цену? Из минусов, если вкратце нет мультипоинта, функции прозрачности, активного шумоподавления, беспроводной зарядки, хотя что-то я разогнался за такую цену, но все равно этого здесь нет. Ну и защита от влаги IPX7, которая здесь быть и не может. По поводу модуля хочу что сказать. При подключении к Android смартфону модуль выдается другой. Не тот, который самих наушников. Для вас я их специально разобрал, показал, что модуль здесь заявленный производителем. С iOS системами работают без проблем, с Android у меня они подключались, но не хотели подключаться к программе. Вполне возможно, потому что у меня из первой партии образец, можно сказать инженерный, дал мне его производитель, без условий ТЗ, рассказываю как на духу. Уверен, что в остальных моделях у них проблем никаких нет. Стоят эти наушники на распродаже 29 долларов, продажи начались вчера, если хотите, успевайте. Ссылки в описании к видео, есть ли промокоды, посмотрите в моем телеграм-канале, также по ссылке в прикрепленном комментарии. Вдруг на момент вашего просмотра появятся скидки, которые сейчас идут, сейчас распродажа, и я туда обязательно скину промики. Резюмирую, для своей цены ничего фееричного, уши по звучанию далеко не убежали от первой версии, но это с одной стороны. С другой стороны, как я и говорил в начале, аналогов гибридов в принципе нет. Стали ли они лучше после первой версии? Да. Намного? Да. Ценник лояльнее? Да. Если вам нравится эта форма, если вы хотите попробовать гибриды, я бы начал с них. Либо успеть купить опять же Oppo Enco Free, понадеяться, что за тот ценник, что сейчас во время распродажи, в телеграм-канал скидок я его скидывал, там не окажутся подделки, потому что уже очень подозрительно дешево, я себе их еще одни купил. Если не было гибридов, однозначно советую. Не забудьте подписаться с колоколом, поставить лайк за труды, не забываем, что на канале розыгрыш пяти ми-бэндов шестой серии ежемесячно за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Читаем описание, там есть еще конкурсы. Девайсу, повторяюсь, скромная, тихая, да, только учитывая, что сейчас распродажа. Добра и удачи вам, дорогие друзья.